ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ 2 В связи с событиями, произошедшими во время SCP-783-L1, было установлено, что пространственная зона, доступная через узел трупов в городе Томбе, вероятно является рекурсивной, граничащей со всех сторон, с последовательными итерациями самой себя. По сути, измерение состоит из идеальных копий одной клетки в бесконечной клеточной сети. Для эффективного перемещения по локации потребуется специальный оперативник. Специальный оперативник Никс была реквизирована из зоны 121 в Соединенных Штатах. Она была выбрана благодаря своему опыту в прохождении внепространственных аномальных локаций с повторяющейся топологией. Она лично нанесла на карту 27 итераций SCP, спроектировала линию снабжения для мобильно-оперативной группы «Черный Тюрфинг» во время их второй экспедиции в SCP, а также успешно проложила маршрут эвакуации через зону во время экстренного извлечения активов фонда после полного инструктажа и нескольких просмотров записи экспедиции D-2172. Специальный оперативник Никс решает провести первую неделю в городе, лично осматривая границы верхнего томби и отмечая на своей карте точки интереса вдоль лесистой окраины. Только после того, как она приспособилась к местной топографии, ею были запрошены материалы из штаба и сделаны последние приготовления перед погружением в яму трупов. На восьмой день специальный оперативник Никс вернулась в зону со следующим снаряжением. Тысячи ориентирующих маркеров выхода. Рэм. Призматический компас и карта томби. Трехдневный запас продовольствия. Беспроводная камера видеонаблюдения. Дробовик М1014 с боковым патронажем. Патронаж с патронами. Один двадцати четырехдюймовый мачете. Единица Ка-9-121. Двухлетняя голландская овчарка по кличке Тафос. Из-за проблем, с которыми столкнулись ее коллеги во время трансляции предыдущей экспедиции, агент Колис была выбрана ответственной за командование на время этого исследования. Специальный оперативник Никс проводит час вечером, отрабатывая маневры быстрой перезарядки своего оружия. К полудня она полностью экипируется. В тактическое защитное снаряжение. На рассвете Никс и Ка-19-121 спускают в братскую могилу Томби, друг за другом. Оказавшись внутри копии Томби, Никс чинит ретранслирующее устройство, установленное во время первой экспедиции Д-2172. С камеры начинает транслироваться изображение. Когда камера активируется, в воздухе витает легкий утренний туман. Никс осматривает окружающие поля и фермы, не обнаруживая непосредственной угрозы. Вокруг не видно никаких признаков Д-2172. Она поворачивается и зовет Ка-19-121, которого частично заслоняют руки, тянущиеся из ямы с трупами. Когда Ка-921 разворачивается и идет навстречу Никс, он проходит под низко свисающей конечностью одного из трупов, которая ломается с озвученным треском. Ветхая конечность останавливается, едва не задев Ка-9, после чего Никс быстро отрубает ее при помощи мачете. По мере того, как пара удаляется, со стороны отрубленной конечности слышатся периодические трески, пока она продолжает дергаться и искривляться. Первые 15 минут их путь проходит в юго-восточном направлении. Они ориентируются благодаря знакомым аспектам окружающей среды, таким как фауны и скальное образование, которые расположены рядом с лесной тропой, уходящей за город. Из-за отсутствия живых существ, единственным звуком во время их передвижения является хруст листвы. Заметив упавшее дерево, Никс определяет, что оно должно находиться в точке на северо-западе от города. Повесив рэм на ближайшую ветку, она сходит с тропы в лес, чтобы лучше обозначить область, в которой заканчивается первая копия томби и начинается следующее. Никс начинает методично осматривать лес и сверяться со своей картой, расставляя рэмы, чтобы очертить границы основной зоны. В это время К-9 бежит по лесу рядом с ней, время от времени обнюхивая местность. 45 минут проходит без происшествий, пока К-9 не останавливается, насторожившись и сосредоточив внимание на участке далеко впереди. Специальный оперативник Никс взводит свой дробовик, и пара осторожно возобновляет движение. Впереди, сквозь подлесок между деревьями, виднеется длинная извилистая белая фигура, частично скрытая под разбросанными листьями и разным хламом. К-9 приближается к объекту на расстоянии около метра и останавливается по команде Никс. При приближении можно различить покрытую пятнами белую плоть, а также варикозные вены, проходящие по всей ее длине. С одного конца отросток уходит далеко за пределы первой копии томби, а другой конец заканчивается ступней среднего размера, находящейся неподалеку. По приказу командования, специальный оперативник Никс приступает к исследованию ноги, на которой видна цветная татуировка, опоясывающая голень. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что это восточный дракон. Его пасть открыта и поглощает собственный хвост, создавая таким образом ураборос. Это подтверждает, что этим трупом является Д-2172. Никс запрашивает у командования дальнейшие приказы. На базе включается сигнал тревоги. Командованию сообщают, что доктор Лайфетт сбежал из комнаты. С помощью Д-774 высылается поисковый отряд, а жители верхнего томби оповещаются о беглецах. Не получив приказов от командования, специальный оперативник Никс заявляет о своем намерении следовать вдоль конечности Д через лес, в следующую клетку сети. Она подзывает к себе К-9 и начинает идти. Три резких звуко ломающихся костей слышны позади пары. Никс быстро оборачивается и достает дробовик. Она видит, что лодыжка Д сломана и вывернута таким образом, что стопа оказалась приподнята над землей слегка скручена, а пальцы на ней направлены в сторону пары. К-9 встает перед ней, приготовившись атаковать, и издает резкий рык. Специальный оперативник Никс медленно отступает. Она отходит на 3 метра от ноги, не обнаруживая никаких признаков дальнейшего движения. Затем, позвав к себе свистом К-9, они вдвоем продолжают идти вдоль конечности. Они следуют за ногой Д, примерно полтора километра, до тех пор, пока Таня начинает дигзообразно подниматься вверх по склону, перпендикулярно пересекая грунтовую дорогу, которая идет на каменистый холм. Сверившись с картой, Никс определяет, что пришла к основанию пика Шэллоу, самой высокой точки Томби, расположенной к северу от города. Она безрезультатно пытается связаться с командованием по радио. Затем сообщает, что поднимается на холм, чтобы осмотреть местность с высоты и подготовить оперативную сводку. Подъем занимает приблизительно 20 минут. Доктор Лафаэт был найден одним из констабелей Томби во время попытки заручиться помощи местной полиции. Их возвращают на базу. Агент Коллинс покидает комнату наблюдения, чтобы помочь доктору Лафаэту обеспечить ему надлежащий медицинский уход. D-774 был застрелен во время стычки, приведший к захвату доктора Лафаэта. Его останки возвращены на базу. Поднявшись до середины холма, специальный агент Никс видит, что тропа идет вдоль скалистой стены и заканчивается входом в небольшую пещеру. Она отмечает, что этой пещеры нет в верхнем Томби. Когда она приближается ко входу, изображение с камеры слегка ухудшается. К-9 тихо скулит, и специальный агент Никс успокаивает его. В промежутках между статическими помехами можно разглядеть в пещере признаки того, что она ранее служила жилищем. Справа на стенах были проделаны углубления, служившие своего рода полками, которые теперь усеяны чем-то неразличимым. В центре комнаты на окуче из частично сгоревшего окаменелого дерева, окруженного камнями, стоит старый чугунный горшок с крышкой. Слева на участке размером примерно 3 на 1, в средней части пещеры виден бледный след, свидетельствующий о том, что ранее в этом углу находилась постель, которая давно сгнила. Никс делает два шага внутрь, а затем внезапно останавливается. Она смотрит на АК-9, который остается у входа в пещеру. Слегка склонив голову и подобрав хвост под себя, Никс подходит к нему, опускается на колени и успокаивает животное, гладит его, а затем командует оставаться на месте. Встав на ноги, она заходит внутрь, чтобы проверить полки. На них лежат маленькие кусочки плетения, которые, возможно, служили украшениями. Они рассыпаются при прикосновении. Подойдя к горшку, Никс видит на его боку резьбу, которую впоследствии осматривает. Она снимает крышку горшка и подавляет рвотный рефлекс. Оказалось, что горшок наполнен мутно-коричневой застоявшейся водой, в которой плавают несколько неразличимых в полутьме предметов. Чтобы лучше их рассмотреть, Никс включает налобный фонарик и резко вздыхает от вида более чем дюжины мелких костей. По наиболее отчетливой видимой из них, локтевой кости, можно предположить, что останки принадлежат человеку в возрасте не более двух месяцев. Изображение начинает еще сильнее страдать от помех. Специальный агент Никс закрывает крышку и осторожно ставит кастрюлю на место. Она делает небольшую паузу, частично встает и пошатывается, а затем падает на колени, ее обильно рвет. Тихо выругавшись, она тяжело дышит в течение минуты, а затем заслоняет с собой камеру, пока вытирает лицо. Подняв взгляд, она видит на стене пещеры небольшое углубление на уровне ног, рядом с тем местом, где раньше находилась кровать. В нем лежит что-то маленькое и коричневое. Специальный агент Никс делает несколько глубоких вдохов, а затем поднимается на ноги. Статика усиливается, когда Никс подходит, чтобы исследовать углубление. Она встает на колени, протягивает руку внутрь и вытаскивает предмет. Зрительное поле заполняется белым шумом, но все еще слышен голос Никс, которая сообщает, что нашла что-то вроде дневника. Пролистав несколько ветхих страниц, она почти ничего не обнаруживает. Любое содержание, которое могло когда-то присутствовать, уже давно испорчено временем. Она продолжает осматривать документ, как вдруг раздается глухой хлопок. Быстро развернувшись, она не видит никаких угроз или изменений в окружении. К-9 начинает осторожно приближаться. Раздается еще один резкий и влажный хлопок. К-9 начинает рычать, пока Никс оглядывается в поисках источника шума. Звук раздается в третий раз, и крышка чугунного горшка начинает вибрировать так, будто ее ударили изнутри. Никс выбегает из пещеры. Вероятно, это изображение колесования, средневековой пытки, во время которой преступнику многократно ломали все конечности, а затем привязывали к колесу. В таком состоянии жертву оставляли живым, до тех пор, пока Даня погибала от полученных травм. Пока директор Ким занимается останками D-774, агент Коллинз и доктор Лафайет заходят в комнату наблюдения. Агент Коликс надевает гарнитуру и объявляет о своем присутствии специальному агенту Никс. К тому времени, когда командованию удается с ней связаться, специальный агент Никс достигает вершины пика Шеллоу, и после установки связи рассказывает о событиях предыдущего часа. С ее позиции хорошо видно, как копию Томби на востоке, откуда она начала экспедицию, так и ее итерацию на западе. В клетке, на территории которой она сейчас находится, на панорамной съемке вдалеке видна дюжина ветряных мельниц, относящаяся к дальнейшим копиям Томби. Она объясняет командованию, что хотя схема окружающего пространства этого измерения подтверждает теорию рекурсивной итерации, в клетке, на территории которой она сейчас находится, замечено несоответствие. Помимо пещеры, которая не существовала в основном измерении и не была воспроизведена в первой клетке Томби, она указывает на небольшую рощу мертвых деревьев, которая, похоже, не имеет аналогов в других местах сети. Также специальный агент Никс утверждает, что в своей клетке заметила неиндифицированную конструкцию в центре Томби. На вопрос командования о причинах отклонения в шаблоне, Никс предполагает, что присутствие D2172 на границе двух итераций может вызывать колебания в целостности клеток, на территории которых она сейчас находится. Сравнивая это с лизисом клеток, Никс объясняет, что граница между пространственными зонами может быть ослаблена инородными материалами в течение длительного периода времени, одновременно занимающими две ячейки сети. Это та же проблема, из-за которой несколько лет назад было прекращено строительство аванпоста номера 41 на территории SCP. Несмотря на нестабильность этой ячейки, она полагает, что деформации в этой зоне отражают состояние Томби на протяжении всей его истории, и поэтому представляет собой ценную исследовательскую возможность, заслуживающую дальнейшего изучения. Никс начинает спуск с холма, слышно, как тихие звуки хруста и хлопков всё ещё раздаются в пещере, когда она проходит мимо, она заглядывает внутрь, кто-то всхлипывает. У подножия холма видна дорожка из мёртвой травы и листьев, там, где раньше лежала нога D2172. К-9 обнюхивает это место и начинает идти по следу к центру клетки, в направлении следующего Томби. Вдвоём они идут в ровном темпе, при этом специальный агент Никс регулярно оборачивается. Лес слегка темнеет, когда облака заслоняют солнце. Вдалеке эхом раздаётся резкий звук ломающихся костей. Никс переводит дробовик в положение низкой боевой готовности и проверяет предохранитель. Ещё один треск. Многократный звук ломающейся кости раздаётся из неразличимого источника. Никс поднимает оружие, пытаясь направить его в сторону шума. Ещё один треск. Мелкие ветки листья падают и разлетаются, когда из-под лиственного навеса появляется нога D2172. Свисая сверху, она быстро выкручивается и ломается, поворачиваясь пальцами ног к специальному агенту Никс. В неё тут же попадают три быстрых выстрела дробью. Отросток начинает свободно болтаться. С его изуродованных остатков капает кровь. Стопа почти полностью разорвана. На ней остаются лишь висящие куски плоти с двумя пальцами на них, придерживаемые лодыжкой. От разрушительной силы выстрелов стопа продолжает бессильно раскачиваться. К9 рычит и лает на конечность. Никс держит своё оружие на готове, пока они вдвоём стараются осторожно обойти её. Когда они проходят мимо отростка, тот стремительно падает на землю, и вслед за ним падает ещё несколько метров ноги. Отросток раздувается от бесчисленных переломов по всей его длине, но это даёт ему десятки дополнительных суставов для сгибания. Никс переходит на бег, когда свёрнутая масса начинает двигаться. Они вдвоём мчатся через лес впереди, прыгая и уворачиваясь от препятствий бежит К9. Позади них раздаётся грохот и стук, когда нога, прорываясь через лес в погоне за ними, пролетает сквозь листву и силой отскакивает от деревьев. Никс резко поворачивает направо, затем налево, затем ещё раз направо, пытаясь проложить путь, на котором нога Д-2172 могла бы зацепиться и запутаться между деревьями. Поскольку К9 продолжил движение по более прямому маршруту в сторону города, Никс остаётся одна. Когда отросток отскакивает от ближайшего дерева, справа от неё раздаётся стук, и остатки стопы Д появляются перед ней, чтобы помешать продвижению, пока остальная часть ноги змеится позади неё. Никс переходит на скольжение, избегая столкновения и стреляет вплоть к ноги. Та дёргается. Пока она перекатывается, поднимается на ноги и, пригнувшись, пробегает под конечностью. Спустя пять шагов изображение сотрясается, когда она получает удар сзади и падает лицом на землю. Быстро перегруппировавшись, она видит, что дробовик лежит в кустарнике в нескольких футах от неё. Когда она начинает ползти к нему, на экране появляется быстрая вспышка, покрытая пятнами плоти. Конечность изгибается, скручиваясь перед ней один, два, три раза. Никс создаёт стон, когда предаток обвивается вокруг неё. Взглянув вниз, становится ясно, что её руки прижаты к бокам, а мачете закреплено на бедре, и ей не хватает всего несколько дюймов для того, чтобы схватить его. Пока она пытается вырваться, нога стягивается назад, ещё больше затягиваясь в узел, обвиваясь вокруг неё как змея, и заставляя изображение дёргаться ещё сильнее. Вращение прекращается, и Никс скрикивает, когда конечность с ещё большей силой затягивается вокруг неё. В поле зрения появляются остатки стопы Д. Она парит перед специальным агентом Никс. Раздаётся треск, когда оставшийся мизинец и большой палец удлиняются и ломаются, образуя два острых зубца, которые упираются ей в лицо. Стопа немного отклоняется назад, прежде чем ударить. В тот момент, когда нога собирается нанести удар по Никс, изображение начинает суматошно двигаться. К9 выпрыгивает из-за поля зрения камеры и хватает пастью ногу Д. Конечность извивается, пока животное борется с ней. Нога ослабляет хватку, роняя специального агента Никс. А тросток извивается и скручивается, пока К9, неестественно дрожа, продолжает вгрызаться в него зубами. Пока они сражаются друг с другом, Никс подползает к своему оружию. Она хватает дробовик и, поворачиваясь, видит, как нога проносится над лапами К9, обвивается вокруг собаки и стремительно втягивается назад. Собака взвизгивает, когда конечность захватывает и ее таскивает в лес, вдали от Никс. Агент Коллинз сообщает специальному агенту Никс, что ей нужно двигаться к следующему городу. Ей советуют не следовать за конечностью и считать животное потерянным в бою. Проигнорировав приказ командования, Никс устремляется за ускользающей ногой. Узел плоти, обернутый вокруг К9, проламывает путь через лес, продирает сквозь кустарник и валя несколько небольших деревьев. Никс ругается и задыхается, преследуя его. Нога начинает приподниматься наверх, чтобы подтянуть вес животного к себе и скрыться из виду. По мере того, как конечность тащит себя прочь, узел плоти, в котором удерживается собака, оказывается зажатым между парой деревьев, расположенных поблизости друг от друга. К9 скулит. Когда узел стягивается в попытке протиснуться между деревьями, Никс догоняет его, затем отбрасывает дробовик и делает выпад вперед, нанося стремительный удар мачета. Вдалеке раздается пронзительный виск. Она наносит еще один удар и еще раз, и еще. С воплями она жестоко атакует ногу, рассекая плоть и обнажая кости. Она рубит, режет и кричит, пока собака скулита пытается освободиться. Конечность прекращает свои попытки протискиваться через деревья и резко поднимается вверх, отбрасывая специального агента Никс в сторону. Перед тем, как нога уходит вдаль, за пределы слышимости, слышен протяжный вой К9. Кто-то всхлипывает. Никс кричит в гневе. Она стоит, выкрикивая угрозы в сторону исчезающей ноги. Умоляет вернуться и клянется отомстить. Проходит несколько минут, прежде чем она успокаивается. Связавшись по радио с командованием, она просит помочь ей в поисках ноги, но получает отказ. Ей приказано либо исследовать Томби в клетке, в которой она находится, либо прервать миссию. Она выбирает первое. Подняв свое оружие, она продолжает путь. Учитывая расстояние, пройденное во время погони, она быстро доходит до фермерских угодий, которые окружают эту версию Тойнби. В отличие от основного города, поля здесь пусты. По мере того, как она продвигается вперед, не видно ни одного клочка растительности, а сама земля выглядит сухой и бесплодной. Войдя в город, Никс бесшумно проходит по улицам. Она огибает угол, заглядывая в универмаг, где обнаруживает несколько жертв SCP-781, прижатых к витрине. Еще одна жертва обнаруживается на втором этаже хозяйственного магазина, с другой стороны улицы. Еще трое выглядывают изнутри седана, врезавшегося в фонарный столб и оставленного наполовину припаркованном на обочине. Еще один виден под решеткой ливневой канализации. Его лицо искажено и прижато прутьями, с такой силой, что кусочки жира выдавились с другой стороны решетки. Никто не пытается нападать. Внезапная какафония, состоящая из звуков ломающегося дерева и бьющегося стекла, прерывает тишину. Обернувшись, Никс видит, что здания в конце улицы приобрели изломанный, скрюченный вид. Их фундаменты раскрошились, что является отличительным признаком влияния SCP-783. Прежде чем Никс успевает среагировать, несколько зданий ломаются изнутри и перекрывают с собой дорогу, по которой она только что вошла. Неизвестно, произошло ли это из-за внезапного шума или из-за возможного присутствия SCP-783, но трупы, замеченные по всему городу, начали сильно вздрагивать. Трио в машине дико дергается, их кости ломаются, трещат и искривляются, быстро заживают, растягиваются. Через несколько секунд весь седан оказывается заполнен плотью, сплетенно извивающейся. Лобовое стекло трескается от давления. D-774 входит в комнату наблюдения. Никс продолжает движение к центру города. Именно здесь обнаруживается серьезное отклонение от верхнего Тонби. В центре перекрестка перед ступенями ратуши стоит внушительных размеров деревянная платформа, опирающаяся на большое прочное основание. В центре платформы возвышается большое круглое приспособление. На нем находится фигура, неразличимая с ее позиции. Никс подходит и поднимается по лестнице и видит, что приспособление представляет собой колесо с несколькими спицами, исходящими из его центра. Фигурой же оказывается обнаженный и растрепанный человек, пристегнутый к устройству лицом вниз. В каждом месте, где пустое пространство между спицами колеса пересекает его конечности, они искривлены и сломаны. Его левая нога распухла и сильно вытянулась, уходя за край платформы. Взглянув направо, она видит кусочек пергамента, прибитый к столбу на вершине лестницы. В документе оглашаются преступления человека по имени Хингер Вунибальд. Он объявляется разбойником, виновным в воровстве, убийстве детей, изнасилований, колдовствия и каннибализме. В конце документа написано о его наказании. Утверждается, что он должен быть сломан на колесе. Никс убеждается в том, чтобы командование смогло получить четкое изображение содержимого бумаги при помощи камеры, а затем отбрасывает записку в сторону. Потратив некоторое время на перезарядку дробовика патронами с Жаканом, она направляется в сторону этого мрачного зрелища. Ткнув в труп стволом дробовика, она не получает никакого ответа. Она ловко обходит труп, чтобы рассмотреть его спереди. Опустившись на колени, становится видно, что это лицо Д-2172. Оно раздутое и искажено в агонии. Удостоверившись в его личности, Никс прослеживает с помощью камеры длину его ноги и видит, что та уходит в ближайшее здание. Она заявляет о своем намерении последовать за ней до К-9, но ее прерывает тихий стон. Обернувшись, она видит, что труп Д приподнялся и смотрит на нее. Отшатнувшись назад, она выстреливает из своего оружия. Из-за близкого расстояния выстрел сносит верхнюю часть головы Д. Тело булькает и извивается. Тогда она встает и выпускает следующие два патрона в туловище. В результате чего из остатков рта Д вырывается поток крови. Эта жидкость обливает Никс, из-за чего она, спотыкаясь, отходит назад. Раздается тошнотворный треск, когда нижняя челюсть Д деформируется и удлиняется с правой стороны. Затем еще один треск, когда левая половина ломается и удлиняется. Еще три треска, когда вся челюсть продолжает расширяться и удлиняться. Никс пытается быстро выстрелить и в этот момент челюсть бросается вперед, но промахивается и лишь разбрызгивает еще больше крови, которая попадает на камеру, закрывая изображение. Слышен звук, торопливо спускающийся по лестнице Никс. На записи видно движение, но разглядеть какие-либо детали не представляется возможным. Следующие несколько минут состоят в основном из звуков, когда Никс уклоняется и борется с постоянно ломающейся челюстью Д. Все, что можно услышать, это ее крики и вопли, звук ломающихся и искривляющихся костей и звук разрываемой плоти, когда Никс отбивается от атак своим мачете. В разгар борьбы раздается одиночный выстрел из дробовика. Слышно, как оружие падает на землю, после чего все затихает. Изображение затемняется, когда Никс протирает камеру, очищая ее настолько, насколько это возможно. Изображение становится размытым до конца записи, но это не мешает разглядеть челюсть Д. тянется от его трупа и пересекает весь перекресток. Кровь покрывает большую часть площади, также видны несколько выбитых из десны зубов. Никс тяжело дышит, пытаясь отдышаться. Взглянув вниз, она видит, что потеряла указательный палец на правой руке. Выругавшись, она начинает прикрывать его свободной рукой в попытке остановить кровотечение. Осмотрев землю в поисках потерянного пальца, она видит, что тот лежит в нескольких футах от нее. Когда она бросается к нему, палец дергается, извивается, ломается и начинает удлиняться. Никс разворачивается и начинает отступать, пригнувшись на бегу, чтобы схватить свой дробовик. Несмотря на приказы командования, Никс не возвращается на платформу для казни в поисках новых улик. Вместо этого она устремляется с ногой, тянущейся от трупа Д. Она ругается по рации с агентом Коллинз, а затем отбрасывает свой шлем в сторону. В последний раз Никс фигурирует на записи, когда она бежит по дороге вдоль ноги. После этого она заворачивает за угол и скрывается из виду. Несколько минут проходит без происшествий, затем нога начинает корчиться и извиваться, шлепая по земле с чрезмерной силой в течение примерно 30 секунд, после чего останавливается. Через минуту линза на камере самопроизвольно трескается, раздается тяжелое дыхание, кто-то всхлипывает, изображение темнеет по причине падающей на камеру тени. Трансляция прекращается из-за уничтожения камеры. Специальный агент Никс считается ушедший в самовольную отлучку. После того, как природа измерения была полностью изучена, было определено, что для захвата или уничтожения SCP-783 потребуются полностью укомплектованные вооруженные силы.